Образцовый коллектив Большие путешествия и здорово отдохнуть Много счастья и успеха Чтобы ваша семья и родственники были здоровы Спасибо вам за то, что вы спасаете людям их жизни Вы герои на все времена Есть такой анекдот Приходит больной к доктору У него нога забинтонная Что у вас болит, спрашивает доктор Голова, отвечает больной А почему повязка на ноге? Стал клад Я рассказал этот анекдот себе в гостях и знакомых Просили рассказать, что не смешно Вот я и рассказал Все засмеялись Но только пожилой мужчина, который сидел напротив меня Как-то странно на меня посмотрел и сказал Простите, я вероятно не понял А у больного что болит? Голова А почему повязка на ноге? Так Просто сказал мужчине и почему-то вздохнул Думаю, что снова задумался Не понимаю Не улавливаю здесь юмора Давайте рассуждать логически У больного болела голова Не так ли? Голова А почему повязка была на ноге? Сползла Странно Режьте меня Не могу понять свой анекдот Если у человека болит голова На какой же черт ему завязывать ногу? Так он не завязывал ногу Он завязал голову Так почему повязка на ноге? Сползла Сказал мужчина и встал из-за стола Он подошел к окну Долго курил Задумчиво в грязи в темноту Пока я пил чай Ну-ка, выйдем Поговорить надо В областью прихожей Слушайте А это правда смешной анекдот? Или вы шутите? По-моему смешной А в чем здесь юмор? Не знаю Смешной и все Может быть вы упустили какую-то деталь? Какую еще деталь? Ну скажем, больной был одноногим Это еще почему? Если считать, что повязка правда сползла То она проползла по всему телу И захватила по две ноги Только если бы больной был бы одноногим инвалидом Нет, он не был одноногим инвалидом Так как же повязка оказалась на ноге? Сползла Может быть это доктор был Рабинович? Это в каком смысле? Ну в каком же смысле можно быть Рабиновичем? Смешно Нет, в этом смысле он не был Рабиновичем Тогда кто он был в этом смысле? Не знаю, может быть англичанин или киргиз Почему киргиз? Ну потому что папа у него киргиз И мама киргизка Ну тогда да Если родители киргизы То тогда конечно Вот и славно Наконец вам все ясно? Не, не ясно Что же у больного все-таки болело? Всего хорошего В час ночи у меня зазвонил телефон Есть Ну вот и я понимаю Я же не дурак Я же с образованием Жене анекдот рассказал Она смеется От чего смеется не пойму Это случайно не ответ армянского радио? Нет Я тут советовался со специалистами Все утверждают, что повязка сползти не могла Ну и черт с ней не могла, так не могла Что вы от меня-то хотите? Я бросил киргиз Я ругался, возмущался, гнал его Все безуспешно Он даже не обижался на меня Посмотрел на меня Своими чистыми, глубыми глазами и бублими Поймите, для меня это необходимо Я же за границу часто приезжаю Мне должно быть чувство юмора В свой рассказе я опел сатирический отдел журнала Редактор долго смеялся Ну и вну Разве такие бывают? Бывают, сам видел Что ж, будем печатать А вы мне по секрету скажете Что же у больного на самом деле болело? Голова Я понял, что этот рассказ вряд ли будет напечатать Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!